Всем привет, ребят! В моих руках обновленный Distance Feeder Concept Black 100 в длине 3.9. Для кого-то эта удочка, наверное, не будет откровением, потому что использовал старую модель, понимая, что это за удочка, понимая, что она может, но для других, в принципе, удочка интересная, новая и неопробованная, в том числе для меня. Сегодня была первая рыбалка, соответственно, первый раз эту удочку я обкатал, опробовал на лещиках. В принципе, целевую рыбку поймал, есть что рассказать, но вместе с этим хотел бы я немножко показать вам, потому что вы очень сильно просили показать, что же такое Distance обновленный, как он бросает, какие веса может бросать, соответственно, какой строй у него на забросе и все такие и тому подобные моменты. Этим и займемся. Всем привет, всех рад приветствовать на моем канале. Покедушки мы будем производить на моем канале. импровизированном, скажем так, полигоне, канал, достаточно широкий, в принципе, весьма неплохой водоем для того, чтобы показать, раскрыть полностью все возможности этой удочки. С учетом того, что я сегодня рыбачил на стоячих водоемах, набор кормушек соответствующий у меня, а поэтому каких-то чрезмерно тяжелых речных моделей нет. Но я был бы не я, если бы не придумал какую-нибудь фигню, не сморозил какую-нибудь фигню и не придумал, скажем так, каким образом нагрузить эту удочку так, чтобы поработать не только по верхней границе теста, но также и перегрузить ее. Впрочем, все по порядку. Давайте переместимся в рабочее место. Итак, в моих руках удочка, а также набор кормушек и, соответственно, маркерных грузил. Веса их небольшие, от 50, наверное, даже от 30 грамм и до 80, плюс маркерные грузы. Но будем делать следующим образом. Сначала поработаем классическим образом, подвешивая на снасть одну кормушку, а затем нагружать будем таким образом, что будем вешать две кормушки, либо же кормушку и маркерный груз. Тем самым набирая необходимый нам вес и отправляя его на требуемую дистанцию. Дистанцию будем считать в оборотах. Уж не обессудьте, маркерные колья я ставил в машине, поэтому загуглите, что у нас выматывает турнамент второй и, соответственно, перемножите. Оснащение, как я уже сказал, следующее. Дистанция сотка, турнамент пятитысячный. Здесь намотан фидер концепт ПЕ 012 шнурочек. И, соответственно, вместе с ним здесь новый шок-лидер фидер концептовский в диаметре 0,16. Это для того, чтобы работать с большими весами, не боясь и не опасаясь. Пока буду раскладывать удочку, расскажу вам немножко о рабочих характеристиках. Соответственно, о том, что я сегодня нащупал на лещиках. То есть рыбка клевала разнокалиберная. К сожалению, снять не смог, потому что села аппаратура, сели пауэрбанки, и не было возможности записать полноценное видео. Поэтому расскажу просто на словах. Рыбку вяжут неплохо, но с учетом того, что удочка достаточно мощная, этим характеристикам, именно вяжущим, я поставил бы где-то примерно 4 с минусом. То есть на крупной рыбе отрабатывает бланк хорошо, отлично. Но с учетом того, что бланк очень мощный, работать с тонкими поводками, а именно это мне сегодня предстояло делать, не совсем комфортно. То есть если работать с поводками 0,08, то в принципе возникают очень часто проблемы. Поэтому приходится нивелировать их фидергамом, либо же шок-лидером из лески. У меня сегодня вставочка с фидергамом, в принципе, с большего эти вопросы решала. Вот, поэтому имейте в виду, тонкие поводки, деликатные оснастки, это не совсем про эту удочку. 0,12 и выше, дальние дистанции, мощная силовая рыбалка, речная рыбалка. Вот это все про нее. Кидает хорошо, уже опробовал, поверьте на слово, сейчас покажу, продемонстрирую. Кидает хорошо, мощная кидучая катушка в пару, также здесь отлично становится, пятитысячная именно, тянет необходимые веса. Сегодня до 80 грамм работал отменно, вообще никаких вопросов не возникло по поводу тяги. Ну, в принципе, добротный вполне себе бланк за такие, скажем так, относительно небольшие деньги. Напомню, что из технических, скажем так, доработок здесь минимальное количество, здесь у нас обновленный деколь и, соответственно, обновленные первые два кольца. Остальная, в принципе, концепция компоновка бланка ничем не отличается от того, что мы видели на удочках старых. Ну, для кого-то, как я уже сказал, это будет не сюрпризом, не откровением, а для меня, в принципе, таковым оно будет, потому что старые удочки я не ловил. Итак, приступим к нашим волшебным покидушкам. С чего мы начнем? Начнем мы с того, что перестанем самосбрасывать скобу, блин, и отмотаем какое-то количество шок-лидера. Вот так. Вот наш бланк. Так, в принципе, для Хэвика вполне себе неплохой вариант. Карп, речечка где-то, течение, дальнобой, стоячечка, вполне себе. И теперь погнали ближе к теме. Так, поскольку у нас тест 100 грамм, грузить малыми какими-то весами здесь мы не будем. Сразу с места в карьер, где-то ближе к максимальному весу. И, соответственно, будем ее потихоньку-потихоньку перегружать. Посмотрим, что из этого получится. Так, что у нас на сладенькое? На сладенькое повесим 60-граммовый браунинг. И, в принципе, со старта начнем с 60-граммового браунинга. Чтобы просто вы понимали, что эта кормушка может в, ну, скажем так, в рабочем диапазоне своего теста. То есть, 60 граммов, это, в принципе, для нее, ну, относительно вменяемый, скажем так, рабочий диапазон. Прогружается неплохо. То есть, никакого, скажем так, даже намека на то, что где-то близко к верху тестового диапазона нет. Поэтому, как бы, снасть, я думаю, что эту кормушку запулит на достаточно дальнее расстояние без особых проблем. Вот, заброс. Ой, ушла за горизонт. Практически на противоположный берег, я даже не на сколько тут метров. Поставим, в принципе, эту дистанцию к липсу и будем, как бы, ориентироваться на нее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 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 девять. 91 оборот. В общем, вот такая вот дистанция у нас. Соответственно, отправляю 60-граммовую кормушку, как с добрым утром. сломашку вставлю увидите сами так 60 это хорошо большего веса кормушек как таковых у меня нету поэтому добавим давай маркерный грузик так сразу вместо перегружать мы не будем наверное вот 30 добавим то есть лучше кормушечку то есть 60 плюс 30 это будет 90 единственное что не показательно будет дальность заброса потому что такая скажем так конструкция такие бубенцы это будет немножко парусить поэтому на дальность заброса особо рассчитывать не приходится ну вот 90 грамм как бы я чувствую что уже что-то близкое к тестовому диапазону этой удочки то есть она она включается прогружается примерно от третьего колена и соответственно бросать будет хорошо даже не близко к пределу прочности и так заброс смешно так летят для кормушки все не представляете ну чуть-чуть до клипса не хватило вот буквально вот вот эклипса размоталась пара витков эклипс вот за счет парусности тупо не добросил и так вот такой вот скажем так кастинг да на 90 граммах это удочка показывает уматывать тяжело опять таки потому что это дело очень сильно сопротивляется в воде но как видите вот сопротивляется в воде двойная конструкция так достаточно агрессивно как тянет катушка обратите внимание вообще никаких вопросов так 90 грамм попробовали да сейчас будем грузить дальше снимаем кормушку и делаем конструкцию более компактной и более тяжелой снимаем кормушку вешаем маркерный груз маркерный груз повесим сколько он грамм 60 60 60 60 имеем 120 уже интересно уже перегруз перегруз по тесту но но в принципе вот так как ощущается бланк как лежит в руке бланк да вот обратите внимание я думаю что упрошка передаст потому что как бы угол широкий в принципе вот она уже включается дальше нежели сочленение поэтому вот 120 это уже как вот вот где-то туда ближе к верхнему пределу я думаю что принципе на эту дистанцию мы также запулем до летит как как катапульт опять пару летков от эклипса парусность если бы это была кормушка это было бы гораздо сделать все проще 120 грамм к слову обратите внимание как мотает катушка вес 120 грамм того что идет под водой соответственно то что мы уматываем 120 грамм валит как танк просто просто как танк даже я немножко если честно удивлен что вообще даже не тяжело то есть и я вращаю я не чувствую какого-то сопротивления по моему 5.0 передатка здесь если я ничего не путаю 5.0 да приятно очень очень приятно так 120 хорошо 120 пульнули теперь пулем немножко больше немножко больше это сколько блин третью ну ладно это будет смешно конечно блин я бы говорю я был бы не ясен я не сморозил что-либо такого плана 30 грамм кормушечку довесим еще ну тут это уже на дальность дистанции разговор не идет точнее про дальность дистанции разговора идет это не до жиру быть бы живу скажем так что даже застегнуть карабин сложно что просто посмотреть как 150 грамм бросит то есть полную полтора раза перегруз в 150 грамм ей уже так тяжеловато вот я чувствую что вот она уже до середины бланка отыгрывает и пужинит тут прямо так вот уже ух-ух подпроваливается даже немножко то есть ну как в принципе и все удочки семейства distance где-то примерно 30 50 процентов перегруз бланк должен держать то есть при необходимости где-то если на реке вот возникает ситуация вдруг поднялась вода либо же вдруг включили течение либо же просто переехали на другой участок а удочки нужной нет всякое бывает поэтому я думаю что аккуратно такие веса 150 160 метров до 40 навесиком таким небольшим без силового водохлёсткого заброса я думаю эта удочка пульнет сейчас мы в принципе это и проверим заломаем значит такова ее судьба так 150 грамм ну хотя вы знаете не добросить то я конечно не доброшу потому что большой очень большая парусность но как бы на середину канала и швырнул есть раз два три 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 58 58 оборотов и опять расстегнулся карабин и опять улетела моя кормушка вот зараза ладно вы сами видели в принципе этот ребус этот прикол 150 грамм грубо говоря мы этой удочкой зашвырнули а сейчас вот ради просто ради интереса я повешу два маркерных груза 80 плюс 60 мы получим 140 грамм веса но с учетом того что парусность уменьшится я думаю что кинуть кинуть получится очень хорошо практически тот же самый вес на 10 грамм меньше но зато вот такая конструкция намного меньше парусность сейчас я это дело думаю что в клипсу вообще рубану без проблем ну да бланк опять таки я чувствую что ему тяжело что он как бы так вот но где-то там вот к предельным своим значением подходит полуторакратный принципе перегруз эта удочка держит как бы видите сами невооруженным взглядом соответственно вижу убеждаюсь в этом я и и теперь бросок да вообще без проблем практически вот клипса ну на излете на излете хорошо ладно немножко я тут скажем запожил но в принципе в клипсу мало без чего то есть вот-вот он на излете на раз два три четыре на четыре оборота меньше нежели была бы жесткая клипса вот такая вот в общем картина вот такая вот в общем ситу его вина кидают удочка как 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 кидают удочка видели сами швырять умеет швырять могет перегруз держит причем перегруз держит такой очень 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 не слабый то есть ну до полутора крат она спокойно способна выдержать по перегрузу в разумных пределах скажем так опять таки не считайте пожалуйста сразу же вас прошу не считайте этот эти забросы это инструкции к применению то есть это не значит что я советую так делать и соответственно вы все так можете делать все обладатели этой удочки делают это на свой страх и риск соответственно если вдруг что-то случится где-то какой-то например был брак с бланком либо что-то вы не так сделаете это все будет на вашей совести соответственно если палочка заломается то есть не предъявляйте претензии мне не предъявляйте претензии производителю и либо же магазином Sauma Fider Concept. Производитель заявляет 100 грамм. То есть ваш рабочий вес 100 грамм. 100 грамм это по суммарному весу. То есть кормушка плюс корм. Поэтому превышать его можно лишь на свой страх и риск. То есть в принципе то, что я вам сегодня показал. И соответственно, если бы я эту удочку сегодня сломал, вы бы видели это в кадре, соответственно был бы мой косяк. Потому что я не учел условия и нарушил рекомендации производителя, скажем так, их не учел и случилось то, что случилось. Ну а как видим перегруз держит. По крайней мере конкретно моя удочка перегруз держит. Вот. Поэтому до 140 грамм, до 150 грамм на небольшие дистанции, там метров до 40, например до 50 может быть на речке, эта удочка в принципе позволит работать, словить. Соответственно больше я бы наверное уже не советовал, не рекомендовал и дальше также не советовал более какие-то силовые забросы выполнять. Но в принципе что-то около универсальное эта снасть позволяет достичь. То есть не только там до 100 грамм с каким-то таким лайтовеньким течением, но также и достаточно сильную струю она вывезет. Плюс ко всему подобные бросковые характеристики автоматически нам открывают двери в мир флетфидера, метод фидера ловли карпа. Поскольку раз бланк держит перегруз, то соответственно он более мощный, нежели заявляет производитель, соответственно с более крупной рыбой справиться будет проще. Поэтому будет комель мощнее, будет вываживать рыбу увереннее и тому подобные моменты совершать проще. То есть для флет, для метод рыбалки, если не нужна длина 4,20-4,50 в принципе я думаю вполне себе недорогой и достаточно хороший вариант. Тем более с учетом того, что кольца первое и второе большие поставили, то есть можно поставить большую катушку и сделать такую рыбалку скажем так еще более мощной, еще более уверенной. А вот какая-то такая палочка, какие-то такие бросковые характеристики, какие-то такие условия эксплуатации. Видели все сами в кадре, видели все сами в сломо. Я думаю, что вопросов у вас не осталось, вопросов как бы как таковых к этой удочке. И соответственно тому, кому она нужна, действительно тот, кто рассматривает такие удочки с претензией на перегруз, с претензией на мощность дальнобойниц, вполне себе могут рассматривать ее к покупке. Либо же не могут, если она чересчур мощная какая-то, комдовая, комлистая и тому подобные моменты. Если вы любите более снасти изящные. Мое мнение, такая снасть, такой инструмент такого класса, с таким запасом прочности, должен быть у каждого рыболова. Даже банально для того, чтобы сделать стартовый закорм, забросить какой-нибудь цехолот диппер, тому подобные вещи, выехать куда-то на речку в экстраординарные условия, чтобы там не держать комплект из десяти палок под разные условия. Просто надежный такой, скажем, мужской инструмент под экстра какие-то ординарные условия ловли. Надеюсь, ролик был для вас полезен, что-то новое подчеркнули, а поэтому свое время и ваше время, скажем так, прошло не зря и потрачено не зря. Всем спасибо за просмотр, увидимся на водоемах и увидимся на ютубе. Всем пока!